Ребята, всем привет, с вами канал Будда Гриша, ну все вы знаете, что произошла трагедия вчера в Нижнем Новгороде, парень молодой, 18 лет, с неокрепшими мозгами и психикой расстрелял троих человек, вчера было сообщение, что бабушка скончалась, его нет, значит опубликовали опровержение, бабушка, слава богу, жива, она получила ранение брюшной полости, она была прооперирована, сейчас находится в тяжелейшем состоянии, в больнице сам Данил Монахов, 18 лет, найден, значит, на, значит, в окрестностях, на окраине, простите, поселка Большоорловской Нижегородской области, его нашли мертвым, он, значит, по предварительным данным покончил с собой, рядом с телом обнаружены два охотничьих ружья, накануне Монахов, я напомню, поссорился с бабушкой, схватил ружье и несколько раз выстрелил в нее, на крики женичный прибежал сосед, стрелок убил его на месте, затем открыл огонь по пассажирскому автобусу на остановке беспорядочной, значит, саму пенсионерку молодой человек ранил брюшную полость, как я уже сказал, всего в результате стрельбы погибли три человека, еще трое получили ранение, 18 лет, значит, следственный комитет, сообщается, назначил посмертную психиатрическую экспертизу Монахова, с тем, чтобы выяснить, все-таки, он был в порядке или нет в плане психики, значит, по данным агентства ТАСС, погибшему назначена комплексная психолога-психиатрическая экспертиза, цель которой установить психическое состояние стрелка и мотивы его поступка, значит, в настоящий момент сотрудник следственного комитета проводит допрос свидетельств, значит, экспертиза и так далее. Вы знаете, все дело в том, что, я думаю, бабушка, конечно, может пролить свет, простите, на то, что случилось, и почему такая была реакция бурная, что нужно было стрелять, начать в бабушку, то есть начать от стрел бабули, это совершенно не смешно, но это ужасно, это ужасная трагедия, я еще раз скажу, но я еще раз подчеркну, что вот это огромное, я на самом деле снимаю видео, потому что вчера я снял, что бабушка скончалась, сообщали, а сегодня сообщают, что бабушка жива, значит, бабушка жива, но самое главное, вот этот уровень агрессии, я еще раз повторюсь, в обществе, который есть и который действительно есть и среди молодежи, и в особенности среди молодежи, Потому что, еще раз скажу, те боевики, которые показывают фильмы, сериалы наши, это невозможно смотреть. Ток-шоу, это ни один взрослый нормальный человек с нормальной психикой не выдержит. Потому что достаточно посмотреть один сериал или одно ток-шоу, и все тебя разрывает от какой-то ненависти, от агрессии и так далее. Постоянно эти разговоры о том, что чьи-то ракеты куда-то направлены, чьи-то истребители перехватили, чьи-то бомбардировщики. По телевизору только прокуратура, МВД и так далее. Только следователи ищут туда-сюда, где какое-то нравственное воспитание. Понимаете, его нет. Это страшно, а эти люди, это наши завтра, есть очень достойная молодежь. Я говорю все-таки о такой прослойке, но она достаточно большая сейчас, вот в чем проблема. Поэтому 18 лет парень, значит, непонятно почему, открыл огонь по бабушке, убил соседа, по людям просто, покончил с собой. Жить и жить, казалось бы, ориентировка, молодой парень, лицо совершенно ребенка еще абсолютно. Ну что такое, переиграл в игры опять или что случилось? Почему такое происходит? Ведь, понимаете, сейчас назначат психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить, вменяемый он был или не вменяемый, что за мотивы. Мне кажется, нужно выяснить мотивы, почему не он взял оружие, а почему в принципе у нас в обществе такой уровень агрессии. Вот что самое главное. Почему в целом у нас в обществе, и мы придем тогда на федеральный телеканал, мы придем к ведущим этих федеральных телеканалов, к некоторым ведущим, которые просто сидят и орут, например, на всех подряд. К гостям этих ток-шоу, которые орут на всех подряд, которые совершенно не показывают пример каких-то там рамок приличия или еще чего-то. Нет, которые просто делают то, что на кухне пьяные люди не делают. Такое показывают по телевизору. Это ужасно на самом деле. И когда ты начинаешь, вот стендап-комику вчера по башке надавали, да. Я против насилия, но, слушайте, когда он сидит и шутками становится называть девушку тупой на П, да, это что такое, это что за шутки? И некоторые ведь смеялись. Некоторым кажется, что это шутка. До такого уровня опуститься. Как это возможно? С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь, ребята, на мой основной канал. Подписывайтесь на канал Саморазвития Будда Гришна. Лайф там редко, но тоже выходят ролики. Подписывайтесь на Инстаграм, кому интересно. Берегите себя, будьте здоровы. Всем пока, до встречи.